Минус 200 баксиков из общего бюджета С днём рождения тебя Ты прифиганец в Мексике Всем привет! Сегодня такая шикарная погода, что я выхожу на работу Время 9.30 утра Мы едем с вами на тренировку И я уже могу ничего не одевать Просто идти в топики волосина На работку На самом деле у нас сегодня С вами важный день Сегодня у моего мужа день рождения Я еду на тренировку Он отдыхает дома Мы с вами должны сделать небольшой сюрприз Задача надуть шарики И привезти небольшой тортик Задуть свечки А то Дима что-то не хочет В целом покупать торт И задувать свечки Но я не могу его оставить без этого Без этой традиции Так что поехали! И мы едем отмечать день рождения Сегодня в апартаменты К Диминому брату Вот, мой день рождения Мы отмечали в апартаментах напротив А сегодня едем отмечать В другие апартаменты Так что потихонечку собираемся У меня уже нарезаны салаты Мы все закупили И едем на день рождения Поехали проводить этот день с нами Держала телефон Отъехала полиция И вроде бы меня не остановило А то бы сейчас за телефончик Минус 200 баксиков Из общего бюджета Не очень хороший был бы Подарок на день рождения Диме Так, ну чего Мы с вами потренировались Все такая некрасненькая У меня был опять один человек Ну ничего Мы потренировали наши булочки Еду сейчас на газ Хочу надуть Диме шарики И поехать ему Поздравить с днем рождения Вот такая вот я супер милашка Сейчас надо разговаривать по-английски Я буду делать у меня Поздравить с днем рождения Поздравить с днем рождения Я буду делать с пудра Я с днем рождения Что-то никто ко мне не идет Так, но пока я сто пятьсот миллиардов лет Жду пока ко мне кто-нибудь туда идет И у нас было для Димы шарики Я вам покажу американскую флористику Хотя, что на самом деле тут показывать Я в обычном продуктовом магазине, какая здесь может быть флористика В Америке, наверное, никто в 11 утра не надувает шарики Я два раза просила помощи и ждала 25 минут Настроение уже начало кипеть, потому что я опаздывала Но самый пожар случился после этого Это мой мужик с днём Блядь, я бы вот знала об английском, я бы их разъебала И сказала бы, что давайте мне бесплатный шарик Но так как я очень сильно спешу уже И я хочу поздравить своего мужа и не портить себе настроение Не выносите мозг От стоимости нового шарика я тоже охренела 20 баксов за одну цифру Я заказала эти две цифры за 2 доллара на шейне Ладно Поздравляю свою гусеньку вот таким вот цветочным шариком Выходи с колея Стой, не выходи теперь Ну одевайся теперь, но не выходи Не выходи, подожди Не выходи, подожди Вот теперь выходи Да Днём рождения тебя С днём рождения тебя С днём рождения моя бусинка С днём рождения тебя Загадывай бусинка Давай, давай быстрее Идем рождения тебя С днём рождения тебя Днём рождения тебя Бусинка, на самом деле у меня были цифры 29, а Женщина в СВ лопнула цифру 2. Кто лопнула? Женщина в СВ лопнула цифру 2. Ты всегда не переживай. Я так расстроилась, что мне не хватило словарного запаса сказать ей, давай мне цифру бесплатно. А цифра 2, знаешь, сколько стоило? 20 долларов. И еще 5 за то, чтобы надуть. Моя куколька, не переживай. Вообще, я эти цифры, я эти 29, знаешь, когда заказала? Два месяца назад. Моя маленькая, не простраивайся, это на счастье все. Вкусно. Нинечек, это твой хэйпи-безды влог. Поехали. Первый раз в Америке, в свободной стране. Вот такая вот кроссовка. Открай дверь. Мы едем в наш любимый Хэйвард, где начиналась наша иммигрантская жизнь. И реально, практически все будут иммигранты, да, Надюхи? Да. Реально, круто. Я со Серегей позвоню. Поехали. Так, ну чего, мы приехали в апарте, где будем отмечать день рождения. Басик. Вон там живут наши родные, Родион с Дашей, где именно брат и его жена, его семья. Вот моя любовь день рожденская, красивая. Ну, а если кто помнит и смотрит нас сам в первых роликах, вот прямо отсюда я снимала туда видео о том, как мы перешли границу в Мексике. Я еще такая была со сценарием, писала каждое слово, прописывала, переживала, как что выйдет, не выйдет. А сегодня, через полгода, мы уже отмечаем день рождения моего мужа здесь. Имея при этом все документы, вообще, вот это, конечно, полный праж, что мы реально, просто у нас есть все документы. Очень круто. Опа, классненько. Я научился сживать зажигалкой буквально неделю назад, короче. И теперь, если надо кому-то что-то открыть, я первый, короче. Время подарков. А, выбери. Вот это, ту, нижняя, вот это, а это ты никогда не узнаешь. Это мой вам следующий подарок на ваше день рождения. Планируем и соберемся. Так уютно и тепло и чисто по-американски прошел Димин день рождения. Ну, а мы с вами двигаемся дальше в поход. Good morning, everybody. Всем привет. Мы немножко сонные. Почему? Потому что я еду на хайк, а Дима едет работать. Открывай. Вот так здорово и классно прошел Димин день рождения. На самом деле, я держала интригу Диминого подарка. Но Дима сказал, что он знал, что я ему подарю еще очень давно. И с нашим подарком, ну, не то чтобы получилась накладка с моим подарком, но мы его решили перенести. На самом деле, мы планируем, я хотела тебе подарить прыжок с парашютой. И в пятницу мы должны были тайно его отвезти неизвестно куда. Ну, как, я думала тайно. Так сказать, чтобы он от счастья с ума сошел. Ну, не от счастья, от шока, вот, что мы привезли человека прыгать с парашютой, я бы с ума сошла. Вот, и так как Гузель нам подарила поездку в универсал, потому что у меня тоже был день рождения, и она нам двоим подарила билеты в универсал в Лос-Анджелесе, мы решили, что прыжок с парашюта немножко перенесем, потому что финансово затратно ехать в Лос-Анджелес. Сейчас мы отметили день рождения, снимать там жилье и все такое. Рука за теплом. И поэтому мы решили, что прыжок немножко отложим, тем более я уже заплатила за прыжок депозита, он не сгорает, мы можем приехать в любое другое время. Мы решили, что прыгнем мы вдвоем, чтобы был классный контент, вот. А в Лос-Анджелес поедем втроем или вчетвером, посмотрим. И мы уже забронировали жилье на Airbnb, естественно, у нас будет супер сумасшедший классный travel-блог. И поэтому прыжок с парашюта отложили. Едем мы уже через недельку, да, или через две. Через две мы едем в Лос-Анджелес, поэтому дорабатываем все свои работы, но дает. Дорабатываем все свои работы и едем отдыхать. Вот такие новости. А сегодня сейчас меня Дима подкидывает к Усель, мои подружки, мы видели ее в прошлом влоге. И мы едем на хайк. И вот, какой-то у нас сегодня длинный хайк, 13 мили или 14 мили, и сейчас буду показывать вам красивые виды. Красивый вид номер раз. Красивый вид номер раз. Приехали мы на хайк, зарядились, настроились. Людей очень много, вообще прям капец. У нас время 9 утра, и на самом деле мы должны были даже раньше приехать, но людей уже капец как много. И мы, по-моему, одни на парковке. А, нет, ну есть люди, кто еще не ушел. Короче, поехали. Погнали смотреть красоты. Ну что, спортсменка? В этот раз у нас культурное мероприятие. На 22 километрика, на 22 километрика. Да-да-да, ага. А то мы тут топом винодельням. Ну вот теперь идем похайкать. Вообще, они природа очень крутая. Очень красиво, какие-то деревья все такие. Да-да-да. На маршруте мы встретили доброго дядю Дэни, который направил нас по лучшему маршруту хайка. Дэни оказался дентистом, причем достаточно известным. В молодости он был президентом Ассоциации стоматологов в Сан-Франциско. Сейчас он практикующий стоматолог, заядлый хайкер, хороший собеседник, который нелестно отзывался о Путине и передавал вам привет, мои дорогие зрители. Как вы увидели, путь у нас был непростой. И на всем маршруте нас сопровождало ядовитое растение Poison Oak. Спасибо Дэни, что показал нам его. Моя клиентка написала, что дотронулась до этого растения и 5 дней не могла нормально спать, потому что все ужасно чесалось. А другая девочка, тоже с тренировок, поделилась, что у ее ребенка жутко аллергия на это растение. И ей даже не надо до него дотрагиваться. Хватает просто пройти мимо. Как вы поняли, мы остерегались этого растения как огня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ееееееее. Да-да-да-да-да. Ой. Опа. Поясничка старая. Ножки болят. Поясничка болит. Короче, мы прошли 11 миль. 700 фитов. Мы 12 миль почти прошли. Практически 12 миль. Не знаю, в километрах это будет вот здесь. Ссылка будет вот тут. Заеб... Но было, конечно, очень красиво. И мы едем пить пиво и купаться в басике. Вот это, я понимаю, американские выходные. И... Путин. Так, ну чего, девочки проникли в отельчик. Да-да-да, сейчас будем купаться. Вместо, в общем, знать надо, да, как отдыхать. Басик такой чик. Оп. О-о-о-о. Вау, какой он теплый. Просто супер гуд. И тут, а тут, Басик? Теплый дождь. О-о-о, да. Кайф. Да, здесь тоже можно покупаться. Я особенно без лошадки. Да. Короче, девочки проникли в отельчик. И мы сейчас шаратончики так... Давайте. Увидимся. Давай чин-чин. О-о, чин-чин. У-у-у. Вкусным. Очень. Да. И не шугарит. Хай, привет, everybody. Хотела для вас поснимать на океане, но забыла, во-первых, микрофон, а во-вторых, думала показать вам красивый, сочный, голубой такой океан, а получилось, что покажу вам только свою футболку, глаза, которые, как обычно, не могу открыть на такой пасмурной истории. В общем, прогремели все наши выходные, все наши день рождения, отпуска... Какие отпуска, отпусков не было. Наши хайки. Вот такая вот красота. Мы договорились с Гузель, что будем ходить теперь каждое воскресенье. Но, кстати, завтра воскресенье, и мы никуда не идем, потому что надо работать. А надо работать почему? Потому что Гузель подарила нам с Димой поездку в Universal! И это значит, что у нас с вами будет скоро travel выпуск из Лос-Анджелеса. Мы едем в Лос, и, собственно, кто в Лосе, пишите. Моя ссылка Telegram, Instagram внизу. Кто хочет встретиться, поболтать, я думаю, что, скорее всего, у нас прям большой такой классный маршрут, что куда мы хотим посетить, потому что я такой путешественник подготовленный. Я... Нет бы на что тип, да, записывать. Я такой путешественник подготовленный, поэтому у меня все должно быть прописано, что куда я пойду. Мы едем всего лишь на три дня, и хотелось бы, на самом деле, все успеть. Один из этих дней у нас посвящен Universal. Так что, кто хочет увидеться, думаю, организуем какую-то сходку, пишите в комментариях, либо, опять же, в Telegram, Instagram, как я вам сказала. В общем, ребят, наша жизнь в США продолжается. Мы кайфуем, наслаждаемся этим прекрасным свежим морским воздухом. Друзья, это был такой маленький ролик. Спасибо огромное, что вы смотрите, остаетесь с нами, пишете, поздравляете со всеми праздниками, и не забывайте подписываться здесь, в YouTube, во всех социальных сетях, писать вопросы. Если у вас есть, мы будем очень рады помочь, очень многим ребятам мы помогали, и поддержкой, и словом, но не деньгами. Вот. И смотрите все наши ролики. Вы были на канале в... Вы были на канале Welcome to USA, канал о нашей жизни в США. С вами была Лера. Увидимся!